Привет, друзья! Чьё-то любимое, когда рука в кадре. Мне в прошлом видео так стало плохо, я вам показывала, как у меня руки растряслись. У меня вместе с этим сердце расколотилось, причём просто в один миг. Непонятный один миг. Я накапала себе карвалол. В общем, 26 лет, ребята, это вам не шутки. Готовим блюдо баклажаны пармиджана. Это самое блюдо, которое я пробовала в Чаурагатии, на которое недавно наткнулась у одного блогера. Она как раз сняла рецепт, и я поняла, что нужно готовить, несмотря на то, что баклажаны дорогие. Но, по сути, блюдо-то на одних баклажанах и построено. Тут нет мяса, ничего другого, поэтому можно себе позволить. Берём три баклажана, нарезаем их на не сильно тонкие слайсы. И ненадолго их засуну, потому что это нужно сделать, чтобы они не были пресные, блюдо было вкусное. И пока они будут засаливаться, мы сразу приготовим соус, а потом будем отдельно жарить баклажаны, потому что их нужно до готовности пожарить, прежде чем всё вместе мы будем утекать. Да, здесь несколько этапов будет приготовление. Очень хочется пойти лечь, но я пока не приготовлю всё, я не успокоюсь. Соус готовится очень быстро. Мы на растительном масле, ну и оливковом, обжариваем 1 лукобесу и зубчик 2 чеснока до золотистого цвета. Далее отправляем сюда большую банку томатов в собственном соку. Ой, они такие крупные. Здесь 500 грамм почти. Должна добавить к соусу орегано и базилик. У меня это есть в итальянских травах, поэтому я добавлю так, ну, нормальненько добавлю. В общем, я вообще считаю, что в таком блюде травы это очень хорошо. Можно не бояться чуток переборщить. Ещё добавим чёрный перец. И, конечно же, соль. Соли нужно где-то пол чайной ложки. Ещё это протушим минут 10-15. В рецепте девушка баклажаны обваливала в муке и жарила на растительном масле. Я же хочу их просто пожарить на сковороде. Гриф. Я думаю, что они так тоже приготовятся. Но, может быть, я сейчас буду одну сторону смазывать растительным маслом. Вот эту. И переворачивать и жарить. Просто их нужно пожарить, да, чтобы они были готовы, пока соус тушится. Вся прелесть, конечно же, в сборке этого блюда. Соус готов. Баклажаны готовы. Берём кусочек моцареллы. Грамм 150. Берём пармезан тёртый. Ну, можно натереть, а можно, как я, купить уже тёртый. Берём форму небольшую. Выкладываем на дно соус. Немного его распределяем. Я вообще очень люблю такие блюда. Ну, я любитель рататую. Ну, вот прям моё-моё. Так, выложили соус. Следом выкладываем баклажаны. Ой, пахнет травами. Всё, мне летом запахнет. Просто я летом готовила рататую. Всегда, ну, овощи, знаете, вот это всё. Кайф. Выкладываем баклажанчики. Да, я свой чау-рагатти открою. Вот так вот. Сильно толстый не буду делать сегодня. Далее ещё немного соуса сверху. Пармезан разлетелся во все стороны у меня. Ммм, как он пахнет. Обожаю пармезан. Именно вот в блюдах. Вот так. Так я его не люблю есть куском. Присыпаем немного пармезаном. Вообще можно и много, господи. Потому что не много. Берём моцареллу. Её просто порвём на кусочки. И вот так вот выложим. Дальше снова выкладываем наши баклажаны. Снова соус. Снова пармезан. Моцарелла. И повторяем последний слой. Можно сделать в форме, которая больше. Тогда будут два слоя, получается. Видите, получается три. Всё, закрываем соусом. Приготовление таких блюд вдохновляет. И как будто бы даже окрыляет. Ведь это искусство. Это просто искусство, ребяточки. Вот так мы закрыли баклажаны все соусом. Снова присыпаем хорошенько пармезаном. И рвём моцареллу. Всё, ребята. Перед тем, как подавать на стол, блюдо нужно запекать в течение 30-40 минут при 180. Поэтому я пока его уберу в сторонку и покажу вам уже в готовом виде его потом. Ой, походу пожар. Ужас. Что-то очень сильно горит. Кошмар. Фу, я разнервничала, испугалась. Дым сильный, смотрите какой. Гляньте. Тут такой пожар может быть. Капец. Страшная картина. Я уже увидела родителей в окошко, что они идут. Так прикольно, знаете, что можно посмотреть, когда они вышли. Дыма уже нет. Видимо, какую-то резину, жглину, жесть. Вы видали, какой был дым? Ужас. Так, на столе, конечно, пустовато. Ну, ничего. Я надела брускет. Чуть-чуть потемнела авокадо, несмотря на то, что лимонный сок добавила. Брускет — это вообще выход. То есть это классная закуска. Берёте хлеб, чайбатту, багет, всё что угодно. Нарезайте на кусочки. Смазывайте хорошенько чесноком. Поливайте маслом оливковым. Выпекайте 10-15, чтобы греночки были. Делайте любую намазку. У меня здесь гуакамоли. Авокадо, помидор, чеснок, немного лимонного сока, соль, перец. Добавляют ещё красный лук, по-моему. Но я никогда не добавляю. Сейчас будет готово наше блюдо из баклажанов. Вот. Вкусный десерт у нас уже готов. Вы помните, с прошлого видео. Ну, я думаю, что для простого семейного ужина этого достаточно. А то есть всё время, знаете, думаешь, а хватит ли этого? А может быть надо ещё? А может быть этих изысков добавить? То есть вот это вот какая-то натура непонятная, что как будто бы мало, как будто бы мало. А может быть это типа наша, знаете, изюминка нашего народа — накормить да побольше, чтобы, не дай бог, никто не ушёл голодным. Вот мне кто-то рассказывал, может, и мама рассказывала, что европейцы, например, они такие же там парочка закусок, недорогие подарочки такие скромненькие и, собственно, всё. Мы же вот всё людям, всё людям, всё на стол. Ну, по-моему, это, с одной стороны, очень круто. Здравствуйте. Девушка красавица. Это тебе подарок от нас. Хорошо. Держи. Ой, спасибо. Ты купила эту вазу. Мы купили. Спасибо большое. Я купила. Ты купила. Спасибо, ладно. Ты что, 8 марта у нас уже сегодня? Как замечательно. Малечка, привет. А мы забыли, лазили, лазили. Я говорю, папе мамки, нифига не купили. Ну, ничего страшного, у неё всё есть. Она вчера у меня мясо ела, сердечко сегодня ела, вкусняшку свою. Да, вкусняшки ей забыли такие вот тут. Ой, спасибо, как приятно. Я на эту вазу смотрела, ещё пока не покупала. Она вслепо продавалась со скидкой. Мама ведь запомнила. И тюльпанчики. Ну, видишь, ваза по мне бы чуть повыше была. Да, да. Ну, ничего страшного. Я вырезала уже их, но я и крутила. Мы пришли с цветами в магазин. Я крутила, крутила, да. Зашла в юз, клюзке вообще мне ничего не понравилось. И мне. А вот эта ваза, вот, понимаешь... Просто укоротите их, да и всё. Ничего страшного нет в том, что они будут короче. Пионы тоже нам будет хорошо. Классно, спасибо вам большое. Разбивайтесь, смотрите ручки. Спасибо. Ты действительно радостен. Ну, поснимай, будем насыпать. Так, не знаю, как оно, надеюсь, что получилось. Ой, какая красота. Пахнет бесподобно. Пахнет как. Что за кот такой нахал? Так, как же у тебя положить. Ты такими поменьше шматки клади. Вот, что ты прям большими такими берешься. Понимаешь, а ну, понимаешь, это блюдо без мяса. Как без мяса? Доставить тебе на собакан. А ты что, пока с мясом ешь, сейчас пуст. Вы же иногда едите без мяса. Я же не хочу. Не пощусь. Пахнет, да? Пах обалденный. Тоже нравится. А Мунка ушла от меня. Да, да. А, вон она. Такая прикольная. Она прыгнет на стол. Не прыгнет. Я не знаю, как его выключить. Куда она лежит. Там кнопочка есть красненькая. Красненькая, не вижу. Что-нибудь там, одна гайка. Ну, пробуем. Это ресторанное блюдо. Да, папа не понял. Слышишь, а ты его делала по их рецепту или как? Не, ну у них уже нет рецепта. Есть такое блюдо. Ты кушала и поняла? А ты так и понимала со мной. Ммм, вкусно? Как оно называется? Баклажанная... Господи, я забыла. Баклажанная... А ла пармиджана. Или баклажаны пармиджана. Баклажанная ревью. Ну, оно вот так вот я его ела. Там у них точно так же, только песто еще сверху. Можно. Давай. Он начинается у моих припадки. Ммм. Ну, я его, да, в итоге приготовила. Кушайте, берите брускетики. Спасибо тебе, что ты меня пригласила. Вам спасибо, что пришли. Как можно день скрасить. Зато вкусное блюдо ты так давно его хотела приготовить. А там гренки что-то? Это брускетты, да. Так вот. Гренки с шпотами. Это вино, по-моему, мы к мини-зарь. Это не вино, это компот. Щоколадный мусс, пожалуйста. С ложечкой дам. Ой, как пахнет. Ты знаешь, я так поела вкусно это блюдо, что не хочется вот этих вот... Я надеюсь, тебе понравится, а ты скажешь... Такое приятное во рту послевкусие. Ой. Это как называется? Мусс? Мона тупотит, как слон. Мона. Крактически. Да. Сейчас она в тарелке не сиянет? Нет. Надеюсь. Ты хочешь, я попробовала? Да. Мне так приятно во рту после этого блюда. Ну что ж, тебе яснее есть никогда не будешь. Ты хочешь, тебе не давать эту вкусноту? Мне непонятно. Ну что, не бакновенно. Я знаю. В этом блюде я уверена на 100%, что я его пробовала. Да? В процессе поддавления, да. А что здесь? Сливки и шоколад. Да? Все. Ты сливки взбивала? Сначала на водяной бане растапливаешь шоколад со сливками, потом отдельно взбиваешь сливки и вводишь в шоколадную массу. Взбиваешь, 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 получается мусс. Очень вкусно. Да. Мне тоже очень понравилось. Обалденно. Всего два ингредиента. Папа, ваш вердикт. Сейчас. Масло. Дочка молодец. Так, конечно. Это легкий такой, знаешь, ну по сути это легкий десерт. Не то, что там торт или какое-то пирожное есть. Но все равно блюдо на первом месте. С баклажанами? Угу. Вообще, вообще супер. Мама рекомендует. Все готовим, меня отмечаем. Ты что, психанула? Снимаю вам уже с утра понедельника. Смотрите, как красиво выглядят тюльпаны в этой вазе. Да, я просто искала какую-то вазочку новую, потому что мне было подходящее для тюльпанов и весенних цветов у меня. Вот такое, чтобы широким таким горлышком. И очень понравилась эта ваза в тюльпан. Она была последняя под акцию. Но я думала, ну куплю попозже. Если что, дождется. И вот мама вообще решила меня опередить. Подалили мне ту вазу с тюльпанами и сразу принесли. Так прекрасно, когда дома стоят цветы. И знаете, солнце светит, птички поют. У тебя тюльпанчики желтые на столе. Кажется, что в жизни все хорошо. Но в жизни и так все будет хорошо однозначно. Еще родители мне вот что принесли. Возможно, мне это помогло. Возможно, просто я реально очень устала из-за того, что мне было плохо. Я хорошо спала. Это какая-то валерьянка из Египта, которая еще и действует на сон. То есть с легким снотворным эффектом. Я часов в 9 выпила эту таблетку. В 10.20, наверное, я вырубила телек, убрала телефон. Я понимала, что я хочу спать. И я реально очень быстро заснула. Я даже не слышала никаких шахидов, никаких вот этих взрывов. Потому что у нас, походу, сбивали этих шахидов ночью. Не знаю. Может быть, его и не было слышно. Но я спала, как убитая. Утром меня опять начало моно будить. Ну и, конечно, тут уже пришлось вставать. Но я чувствую себя бодрой и выспавшейся. Либо после этого лекарства, либо после того, что я вчера пила корвалов, меня сильно трясло. И сна не было до этого. То есть организм таки вырубился. Я же говорю, может быть, такое через день. День спишь, день не спишь. Ну, я думаю, что я буду спать дальше нормально. Потому что я себе дни какие-то активные делаю. Что-то как-то вот постоянно делаю. Где-то хожу, танцую, убираю. Учусь. Это всё как бы влияет на то, что ты устаёшь, а потом хочешь спать. Мы вчера ещё пастилу с родителями пробовали, которую мне зрительница подарила. Очень вкусная. Я чипсов вчера перед ужином этих наелась. Фруктовых. Мне что-то очень хотелось есть. Я как села, начала их есть. Ем, ем. Не могу остановиться, блин. Мне аж потом плохо было. У меня бывает такое, как... Даже не знаю. Сидишь в телефоне и не замечаешь, сколько ты можешь слопать чего-то такое. Конечно, не очень хорошо. Больше мы так делать не будем. А ещё мама вчера принесла цыплёнка табака. Я с неё смеялась. Она говорит, я за тебя переживаю, что ты ничего не ешь, что тебе нечего дома есть. И принесла мне цыплёнка табака. Говорит, придёшь, отрежешь себе кусочек, чуть-чуть макарошек положишь. Ну, в общем, заботиться, заботиться. Потому что я так-то, ну, как не готовила, ничего так и не готовлю. А ещё они манго мне пронесли, спелый очень. Так вот, позвал родителей на ужин, получил в 10 раз больше. Спасибо маме с папой большое. Они, конечно, замечательные родители. Я буду начинать новый день, соответственно, снимать его вам дальше. К огромному сожалению, у нас день скорби в городе. День скорби по погибшим 13 людям, которых нашли в тот день, когда ракета ударила по дому, который я так вам ещё и не показала. Там действительно очень страшная картина. Там погибла семья с маленьким ребёнком, молодая. Ну, то есть, ну, вот эта вот мысль, она тебя гнетёт очень сильно. Вот ты там думаешь, что вот оно, солнце, птички, весна, и вроде бы вот радуйся жизни, да. А жизнь, она преподносит такие вещи, что ты их на голову не можешь натянуть уже год. Нашему городу, к сожалению, не повезло пережить вновь такую трагедию. Я просто очень хочу надеяться и верить, что такого больше не будет, что люди не будут больше страдать. Спасибо за то, что пишете комментарии, за то, что подписываетесь, за то, что смотрите. Вот, мне очень приятно. Берегите себя обязательно, увидимся в новом дне. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok